Роскошное жилье по смешным ценам. Такие данные указаны в декларациях о доходах двух чиновников, назначенных президентом Майя Санду. Речь идет о советнике по экономическим вопросам Вячеславе Негруце и генеральном секретаре администрации президента Андрея Спыну. Нынешний глава государства ранее заявляла, что все, кто станет с ней работать, пройдут проверку на неподкупность. И в команде останутся только самые достойные. Продолжение следует... Проверка главы государства приносит первые плоды. Так, экономический советник Вячеслав Негруце декларирует дом площадью около 300 квадратных метров, из которых больше половины предназначены для жилья. При этом стоимость особняка всего 50 тысяч евро. Кадры элитного особняка, расположенного в пригороде столицы в Трушенах, опубликовал портал Sintesa.org. Более того, люксовая недвижимость была указана в декларации о состоянии советника за 2012 год, когда Вячеслав Негруце занимал должность министра финансов и получал зарплату госслужащего. Тем временем риэлторы оценивают дом в 200 с лишним тысяч евро. Напоминаем, 29 марта 2016 года окончательным решением высшей судебной палаты бывшего министра финансов Вячеслава Негруце приговорили к трем годам тюрьмы условно за злоупотребление служебным положением с лишением права занимать госдолжности пять лет. Негруце признали виновным по делу Сандулаки. Ущерб государству составил 400 тысяч евро. Скандал в прессе вспыхнул и вокруг недвижимости генсека аппарата президента Андрея Спыну. Он заявил, что владеет домом стоимостью менее двух миллионов леев, снизив его цену в пять раз. На самом деле, роскошный особняк чиновника с жилой площадью более 125 квадратных метров и прилегающим участком почти в пять с половиной соток, расположенный на Рыжкановке, стоит около восьми миллионов леев. Реальную стоимость объекта обнародовал бывший владелец, который продал его нынешнему приближенному май Санду в 2018 по цене более 393 тысяч евро. Следует отметить, что в 2015-2016 Андрей Спыну был заместителем министра молодежи и спорта, в 2019 генсеком правительства Санду, а сейчас занимает должность главы генерального секретариата аппарата президента. Сделку о покупке здания, а также достоверности данных, указанных Андреем Спыну в декларации об имуществе, должны проверить Национальное агентство неподкупности и Генпрокуратура. Оба чиновника не ответили на наши звонки, чтобы прокомментировать ситуацию.